Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами покупаем за два косаря голды РАМ-2 средний танк пятого уровня. Выкатываем его на первые бои, зацениваем его таким, какой он есть, ну вот прям с пылу с жару. В комплекте то, что входит, меня не впечатляет абсолютно. Я не гоняюсь за днями премиума, они мне в принципе не интересны, их и так достаточно выпадают периодически из всякого рода контейнеров, хотя пусть будут. Что же касается всех вот этих вот плюшек в виде бустеров, ну они редкие, они не эпические, поэтому в принципе ни о чем. Два сертификата, ну окей, еще хоть как-то, хотя тоже на пятый уровне, ну ребят, по-моему можно и так и выкатывать и купить, там цианики не такие уж и большие. 250 серебрухи, по-честному это грубо говоря, ну в районе 5 боев победных на какой-нибудь плюс-минус фармящей машинке, ну вот вам и результат. Место в ангаре, само собой, но дороговато, за 2000 и открытая вся оборудка, хотя для пятерки, ну там особо много серы вы не потратите на то, чтобы открывать. Поэтому в целом этот набор я не считаю прям каким-то жирным. Меня интересует исключительно танчик, купить его, заценить и показать вам, как он выглядит на самом деле в руках моих, а вы уже приценитесь, насколько ваши руки отличаются от моих рук. Итак, ребят, покупаем, ждем начисления, делаем первые катки. Мой запрос отправлен, теперь мы ждем, мне начислили, переходим к танчику, вот он красавец, во всей своей красе, купили, радуемся. Ну и, соответственно, сейчас накидываем в него амуницию, добиваем ему боекомплект, как-нибудь просто вот так вот от балды сейчас наброшу. Я поставлю вот так, живучести добавлять особо не добавится. Вот так вот. Ну и что касается камуфляжа, куда ж без него, вроде бы должны были начислить, где он, вот он красавец. Устанавливаем, насколько красивый или некрасивый, напишите в комментариях, буду благодарен за вашу оценку. Ну, мне, честно говоря, есть, да и есть, ничего там офигенного я в нем не вижу. Итак, ребят, давайте будем заценивать его орудие. Как обычно, смотрим на орудие, все остальное зацениваем в бою. Сведение 3,3, разброс 0,341. Посмотрим, что это значит в бою, потому что очень часто бывает такое, что сведение по циферке вроде бы нормальное, а в игре конкретным танчикам играть невозможно с таким сведением. Ну, а бывает такое, что цифра ужасает, а в бою вроде бы и нормально себя чувствуешь. Итак, урон в минуту 1800. Я бы сказал, что для пятерки классный урон в минуту, ДПМ офигенный. Время перезарядки у нас стало, грубо говоря, 3 секунды, а не 3 с копейками. Я так понимаю, что сработало все-таки то, что мы одели оборудование, поставили амуницию дополнительно. Короче говоря, каждые 3 секунды будете выкидывать по 90 альфы и 110 пробития. Вниз минус 8. Ну, по-моему, довольно прикольно. Я единственное, что сейчас поменяю себе под свою руку, так как я люблю. Вот так мне нравится больше. Ну и что, ребят, погнали в катки. Посмотрим, что эта машина может или чего она вообще не может. Поехали. Ребят, пока мы забрасываемся в бой. Если вам не сложно, оценивайте, пожалуйста, мои затраты в 2000 голды и потраченное время в ваш лайк. В правом нижнем углу желтый шильдик. Наводите на него мышью и в один клик становитесь постоянным зрителем моего контента. Я стараюсь ради вас и надеюсь на ваши благодарности в виде лайков, подписок и, соответственно, комментариев под видео. Спасибо вам большое за благовременно. Итак, ребят, зацениваем мы сейчас с вами его подвижность. Подвижность, честно говоря, ну мне не сильно нравится. Как для пятого уровня, для среднего танка, едет он, ну вот как вы видите, допустим, тот же хайскор, он едет как-то вроде бы немножко бодрее. Поэтому мне, честно говоря, пока подвижность не очень нравится. Вот на месте он вообще, короче говоря, вот так вот поворачивает довольно-таки уныло. Ну прям совсем-совсем уныло. Так, сейчас заценим с вами, что собой представляют УВНы. Ну, слушайте, на такой горке УВН довольно неплохой. Вопросов нет. По точности орудие точное, тоже вопросов никаких не имею. Броня. Ну, окей, я так понял, что в маске орудие, но, в принципе, присутствует уже хорошо. В бочинку башни шьется, в принципе, нормально. Поэтому не подставляйте бока, стойте исключительно мордой лица вперед. Да, вот здесь уже прям вот совсем, если рядом друг к другу на горке стоять, то, безусловно, не хватает, ребят, не хватает все-таки УВНа. Но, в конце концов, у него и не должна быть гуттаперчевая пушка. Так. Надо мне откатываться. Хочу пожить, ребята. Хочу пожить. Все-таки первый бой хотелось бы... Да, блин. Не успел я. Так, ладно, хорошо, ребят. Давайте будем заценивать нашу тушу. Смотрите, спереди вот эта вот маска орудия. Она просто офигенная по размерам. Она закрывает всю башню. И, как я понял, от нее рикошеты идут. Верхний бронелист пробивается. Раз, два, пробития есть. Сбоку с этого не вижу. Ну, с кормы, понятное дело, никто не заходил. В башню сверху залетело. И залетело сбоку. Короче говоря, я так понимаю, что если им и танковать, то танковать этим танчиком необходимо исключительно от башни. Все остальное, как бы, ну, не обладает какой-то такой играбельной броней. Ну, добре. Досматриваем бой. Закатываемся в следующую каточку обязательно. И будем заценивать его дальше там. Итак, друзья мои, закончился бой. 435 единиц урона. Понятное дело, никого мы не вальнули. По результатам, давайте посмотрим сразу на серебро. Типа фармит, не фармит. Ну, типа фармит, ну, такое, короче. На пятом уровне фармить вообще, как бы, не фонтан. Играйте на восьмерках, тогда будете получать побольше серебрухи. Что же касается результативности по команде, мы в срединке с двойным разрывом от нас Черчилль. Но, короче говоря, не знаю, пока сложно мне что-то сказать и подсуммировать. Давайте побежим в следующий бой. И, соответственно, ну, попробуем чего-нибудь еще наиграть. Возможно, набьем побольше урона. Возможно, чуть дольше поживем. Соответственно, чуть больше сделаем. Не совсем понимаю, почему в бой не забрасывает такое долгое время. Давайте еще раз попробуем. Может, сейчас что-то по-другому произойдет. Итак, ребят, забросились. Забросили следующую катку. Не знаю, честно говоря, на данный момент у меня такое, как-то, чувство, знаете, вот, ну, сомнений. А не зря ли я потратил два косаря голды? Вот есть у меня такая чуйка, что, скорее всего, я сделал это зря. Сейчас посмотрим на танчик в этой катке. Соответственно, возможно, он раскроется как-то немножко по-другому. Но, скажу откровенно, минусы. Явно нет брони. По крайней мере, в первом бою я ее не прочувствовал. И, ребят, это я не схлестнулся ни с тяжами, ни с ПТшками. Я схлестнулся исключительно с себе подобными товарищами. И, согласитесь, отыграл танчик броней, ну, не сильно хорошо. Хотя, в целом, это СТшка. И требовать от нее какой-то существенной бронированности тоже, как бы, будет не совсем справедливым. С другой стороны, есть у танчика позитив. У танчика есть быстрое время сведения. Ну, насколько это возможно, быстрое время сведения. Вот у ВНов сейчас, конечно, не хватает. Но точность орудия и скорострельность, они, конечно, на уровне, ребят. Тут, ну, как бы, не буду ничего плохого говорить, потому что сказать плохого просто нечего про вот эти вот параметры танчика. Но мне нравится, слушайте, вот орудие само, оно довольно прикольное. Насколько оно фановое или не фановое, ну, такое понятие растяжимое, да, то есть у каждого свой фан. Но в целом, ребят, мне нравится за орудие танчик однозначно. Я очень люблю быстро перезаряжающиеся пушки, и я очень сильно не люблю унылую игру, когда ты стоишь и долго перезаряжаешься. Ну, только разве что, если потом ты наносишь прям совсем какой-то существенный урон. Так, ну вот в этой катке, в этой катке вроде бы чутка покомфортнее. Может, просто с непривычки, как бы тоже, да, может быть, согласитесь. Сейчас первый раз всё-таки танк в руки взял, не обязательно, что на нём имбовать начнёшь. Не хочу по ДТ-8 я подлазить, потому что АТ-шка, в принципе, и скорострельная, и мне его выцеливать придётся. А занятие это из не сильно приятных. Прошло прям сквозь танк. Окей, хорошо, прощаем. Блин, ну вот, короче, зарекался я, зарекался я. Отхватываю этот АТ-8, я по полной программе. Хочет он моей крови. Хочет прям совсем. Не хватает мне, не хватает, ребят. Всё-таки шестёрка, всё-таки АТ-шка. Мне реально не хватает. А если голдой? Ну, та же самая дребедень. Ладно, попытаюсь ждать союзников, что ли. Вариантов-то других нет. Играет парень, молодец, хорошо. Вопросов нет. Так, оп, прилетело. Отсута Y. Хорошо, что не у меня прилетело. Уже приятно. Так, не знаю, честно говоря, ребятки, что мне сейчас делать. Вылазить, не вылазить. Сам себе не засветишь. Зато я освечусь, как новогодняя ёлка. На празднике в детском саду. Ну, подъехали бы, помогли, что ли, я не знаю, хоть чем-нибудь как-то. Видите, что подраненный. Ну, и как быть? Вот что делать? О, засветил. Брата. А теперь стоять буду. Вот такое вот стояло. Давайте тогда поговорим о танчике. В целом, ребят, во второй катке танчик мне как-то показался немножко поинтересней. До момента, конечно, пока меня не начали разбирать. Когда меня разбирать начали, весь интерес однозначно пропал. Не знаю, ребят, пока у меня все-таки смешанные чувства по данному танку. Смешанные ощущения от покупки данного танка. Ну, купил да и купил. Все-таки покупал его для того, чтобы обзорчик в первую очередь сделать на него. А уже потом все остальное. Уроня не пробито. Да, вот все-таки против шестерок, ребят, играется он, прямо скажем, хреновато. Вот говорю так, как есть. Уж простите меня за мой французский. По-другому я это назвать не могу. Против шестерок ему, короче говоря, лучше не вылазить. Однозначно. Так, что у нас сейчас по результатам? Что у нас по результатам боя? По результатам боя у нас 810 единиц урона. Но мы очень много времени простояли. Я боялся сдохнуть, честно говоря. И мы на втором месте по урону. Но офигенно отыграл вандал, поэтому здесь вопросов нет. Так, ну вот как-то так. Слушайте, я хочу еще одну каточку сделать. Если вы не против, чуть дольше получится видео, чем я планировал. Но, возможно, третья катка, она как-то все-таки расставит все по своим местам. И в третьей каточке получится, ну не знаю, как-то более-менее взвешенно, да, там как-то машинку оценить. Итак, ребят, попали мы в следующий бой. И, честно говоря, по результатам предыдущего боя, факт того, что в этом бою против нас огромное количество шестерок, он просто-таки меня не то что не радует, я бы даже сказал, вгоняет меня немножечко в тоску. Потому как я для себя понимаю, что особо данный танчик, но против шестерок, не очень силен. Он с пятерками-то справляется с горем пополам. А с шестерками, я так понимаю, что ему вообще делать особо нечего. Ну ладно, сейчас уже поедем куда поехали. Ну и, соответственно, кому бросилось, тем и отыграем. Так, что тут у нас? Ну вот как-то вот сейчас УВНы не отыгрываются. Так, чтобы прям хорошо. Чего делать? Чего делать? Да. Главное, вылазить-то не особо хочется, потому что, блин, набросают такого, что домой не донесу. Да. Не очень, прямо скажем. Ну смотрите, против М6 мне поставить вообще нечего. Я уверен, что даже если я переключусь на голду, для меня это ровным счетом ничего не изменит. Я не пробью его, просто не пробью физически. Против Т-34-85 могу шить его вниз. Да, то есть, ну вот, в нижнюю часть или куда-нибудь под башнем. Да. Грустновато, ребят. Грустновато. Прям вот совсем. Прям вот совсем грустненько. Да, ребятки. Пробивается он. Короче говоря, по поводу шестерок, сдается мне, я был прав, на все 200%. Может, даже и на 300. Сейчас нашу сушечку отправят в ангар. Будет 7-0, как я понимаю. Ну и мы с вами обсудим все, что не успели обсудить в боях по данному танчику непосредственно в ангаре. Итак, ребят, закончился наш третий бой. Первые три боя на этом танке сыграны. 270 единиц урона. И это, честно говоря, ребята, просто ни о чем. 8 косарей серебра, да бог с ними. И в нашей команде мы заняли третье место с конца. Давайте теперь суммировать. Я вам скажу честно свое субъективное мнение. Я на данный момент, вот если раскинуть, так знаете, по 10-ти бальной системе, жалею о том, что я купил этот танчик, именно как танчик, не для обзора, а именно как танк, на котором выехать, поиграть там и так далее. Вот я жалею где-то на 8,5 из 10. Скажу откровенно. За что ему надо отдать должное, это за точную пушку, вопросов нет. За быстрое время перезарядки, тоже вопросов нет. И за скорость сведения, здесь тоже вопросов нет. Но это единственные три плюса, которые я нашел в танчике. Подвижности у него недостаточно, для того, чтобы с его, ну, отсутствием бронированности, кроме вот этого бронелиста, маски орудия, чтобы откуда-то свилять, если вам там становится худо. Поскольку нет подвижности, то, соответственно, живучести тоже нет, если нет брони. И живучести нет, потому что нет брони, ребят, брони реально нет. Бьют, ну, прям вообще, мама, не горюй. Поэтому, ребятки, данный танчик и не может нормально отыгрывать против шестых уровней. Против шестерок ему бодаться просто нечем. Вот если вы видели М6, просто красный, большинство шестерок, они в большинстве своем красного цвета. И выцелить найти просто не успеваешь, потому что в тебя начинают откидывать. Хотя и пушка точная, и разброс божеский нормальный, и скорострельность, как бы, то есть, ну, позволяет откидывать. Но, ребят, у вас же тоже прилетает, а запаса прочности не так уж и много в этой СТшке. Поэтому, ребят, я вам скажу так, за два косаря голды, если бы не обзор, я бы еще больше жалел о том, что я ее купил. Это мое субъективное мнение. Если вы со мной не согласны, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Я буду вам безумно благодарен. Ну, а еще буду безумно благодарен за то, что вы поддержите мой моральный дух своей подпиской на мой канал. А я буду пытаться радовать вас новыми веселыми и интересными видосами. А также приходите на стримы, ставьте лайки. И обязательно, обязательно фантись и получаете удовольствие от игры, ну, как бы у вас это получалось или не получалось. На данный момент у меня все. Этот обзор был на RAM 2. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.